Всем привет, а мы начинаем новый влог. Погнали! Мы пришли в магазин Син, чтобы поискать что-нибудь леончику на лето. Здесь столько всего красивого для девочек. Просто посмотрите, я не знаю, тут ты красивый, да, ты очень красивый. Какие-то платьишки, шортики, вот такие вот штучки, да. И просто где для мальчиков? Что за несправедливость? Ладно, тут что-то чуть-чуть есть даже для мальчиков. Ну, блин, все не то. Я искала какие-то базовые бодики на лето, легкие. Здесь вот есть классные, но они вот в такой расцветке. Ну, это все прикольное, типа, да. Ладно, я так понимаю, тут она для мальчиков, она для девочек идет, но они как-то сделали неудачно расцветку именно неудачно. Да ладно. Что-то, похоже, не скидка. А нет, скидка. В общем, вот так, вот так. Вы знаете, я вообще люблю шопиться на Валдересе, но там может быть ожидание реальности, там может быть очень красивая карточка товара, придет тебе в итоге какая-нибудь фигня, которая просто не выглядит так, как на картинке. Я этого очень боюсь, поэтому думала, может быть, что-нибудь тут поискать, но нет. Я еще зашла вот в эту парикмахерскую, чтобы леончика подстричь, договориться. Еще она у нас очень быстро обрастает. Ну, сейчас лето, плюс мы ходим в бассейн и очень долго сушить его волосы неудобно, поэтому я хочу, чтобы он был всегда пострижен максимально коротко. Да? Можно вот сюда, кстати, сходить, эта большая игровая. Эта цель находится прямо недалеко от нашего дома. Я сегодня даже не стала садить его в коляску, прям сразу пошла в слинги, потому что он не любит коляски, он начинает кричать, мне приходится давать ему телефон, а потом он мой телефон просто выбрасывает на асфальт. Мне всегда страшно, ну, как бы, знаете, выкинет еще и под колеса машины попадет. Все супер, мне так комфортно его носить. Единственное, что я устаю так долго, я его не могу, потому что очень сильная нагрузка все-таки на плечи. Леонечка уже почти 11 килограмм весит, и получается такое кардио с весом. Какие все-таки мамы сильные женщины. Да? А мы зашли во вкусная точка. Мы уже встретили как раз с работы. Поменялись, чтобы моя спина отдохнула. В этом кадре идеально все. Муж с ребенком и ужин. У нас вот такой пятничный ужин получился. Главное наш гость. В голове стола сидит с картошечкой фри. Это забег, ползунки наперегонки. Типа кто самый первый приползет. Посмотрите с ноутбуком. Телефон и пульт, конечно же. Детки, я вас благодарю за участие. Поползли. 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 Так. Поползли. Что это у тебя делает? Вот правильно говорят зрители вкусняшку дайте. Я тоже за то, чтобы за вкусняшку ползли. А то какой-то зонтик там. Что там еще? Какие-то игрушки, ключи. Вот в прошлый раз за публику у нас парень был. Бодро достаточно. Так. Зонтик все-таки работает. Так. Медленно, но уверенно. Девушка ползет. Из победителей ползет за печеньками. Еще немного. Еще немного. Бабушка не кришна. Бабушка не кришна. Мы приехали в парк Кузьминки. Здесь большое мероприятие. Один за счет у детей. И этот прикольный забег, но это очень смешно. Малыши должны на перегонки. Типа, кто первый? Капли витамин D. Уверена. Сантиметр. Да. Мама еще похищается друг другу. Да. Мы сейчас будем участвовать в забеге ползунки на перегонки. Леончик, вот наш кандидат. Сейчас мы все сниму. Леон! Леончик! 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 Леон! 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 Победитель четвертого забега. Отлично! Ну что, я благодарю родителей. Поучаствовали мы в забеге. Леончик чуть-чуть не выиграл. Там садило яркое солнце. Сначала он просто сел, не понял, потому что все вокруг кричали. А потом вообще пополз по диагонали в другую сторону, на другую дорожку. Там было правило, что если малыш на другую дорожку заползает, то нельзя. Его нужно возвращать на свою именно полосу. Но мы все равно очень рады, что поучаствовали. Такие крутые эмоции. Единственное, что очень жарко. Плюс 29. Но ничего, это стоило того. Вау! Леончик! Иго-го! Лошадка! Это ты так поедешь и гуго на лошадке? Вот так? Молодец! Натальончик танцует! Привет! У нас уже новый день, будний день, и мы идем в поликлинику с Леончиком. Нам нужно сдать анализы и сходить к Лору. Не то, чтобы у нас какие-то прям жалобы, но Леончик постоянно спит и часто играет с открытым ртом. И уши еще постоянно чешут, а у него последние пару дней какие-то истерические припадки. Я думаю, вдруг ушки болят, вдруг беспокоят. Записалась на всякий случай к Лору, вот узнаем, что скажет. Единственное спасение – это катание на животе. Либо на руках, либо на животе. И никак иначе. Мы же подходим к нашей поликлинике, она у нас выглядит, конечно, шикарно. Если сравнить с поликлиниками, которые были в моем детстве, это просто небо и земля. Только в нашу поликлинику нельзя с колясками, поэтому мне приходится коляску оставлять вот здесь, в парковке. и нести ребенка на руках – это, конечно, минус. Сейчас пойдем брать кровь из пальчика у Леончика. Мне кажется, плакать будет. Совсем чуть-чуть все-таки поплакал. Хотя там так интересно, я помню, нам кололи такими иголками, а там такой круглый прокол делают. Вообще очень удобно. Сказали подержать, пока кровь не остановится, но Леончик не дает мне свою руку. Сейчас пойдем сдадим анализ, который мы собирали, и пойдем к Лору. Так круто, что у нас тут есть кофейня, даже можно купить кофе и десерты. Идеально, все для мамочек. Еще бесплатная зарядка на телефон. Я, конечно, не знаю, примут ли этот миллиметр, который нам получилось собрать, но надеюсь. Но листы в поликлинике, это, конечно, вообще спасение. Я не представляю, как я бы своего хомячка 11 килограмм на третий этаж поднимала. Очень уютно здесь. Кулеры стоят, мультики показывают. Сходили мы к Лору, у меня были жалобы, что малыш постоянно спит с открытым ртом и уши трет. У нас сказали, что все нормально, у них там такое новое оборудование, его проверили, посвятили в ушки. Все сказали, воспаления нет, все хорошо. И знаете, что меня поразило? Я все время даю Леночку все из холодильника. Даже могу что-то за мороженое дать. Типа спокойно, там, не брели ягоды для обезболивания во время прорезивания. И у него все нормально. То есть, на горло не болит все, конечно, очень хорошо. Но все-таки можно не бояться давать. Конечно, как мы сегодня весело собирали утрам анализ мочи. Это просто трэш. Я его сначала налепила, надела подгузник. Но из-за того, что Лен пописал в подгузник, он отлепился, этот мочеприемник. Потом мне пришлось экстренно за 5 минут до выхода пойти во воду. Включая жирчание воды. Давать обе груди. Но прилепила еще раз только без подгузника. И получилось чуть-чуть собрать. Наполовину вытекло на пол. Половину на бодик. А половину нам в мочеприемник попало. Не понимаю, почему он не держится. Почему он постоянно отлеплялся. Но опыт, конечно, не очень. Я пока не приноровилась, как с ним собираться. В общем, главный вопрос у меня к Лору был, что вот он спит с открытым ртом. Постоянно чешет уши. Она сказала, все у него хорошо. Это у вас зубки. Типа зубки. Я говорю, а спит с открытым ртом почему? Она сказала, это так бывает у малышей. Потому что еще происходит формирование носа, горла. И вот они еще по привычке дышат ртом, а не носом. Я такая, ну понятно. Мы сегодня еще в бассейн пойдем. Тоже вам там немного поснимаю. Мы же сдавали кровь из пальца. Общий анализ крови. И я спросила, можно ли кушать малышу. Да, типа завтрак, прикорм, перед кровью. Она сказала, если в анализе есть глюкоза, есть нельзя. Если в анализе нет глюкозы, кушать можно. И главное, чтобы был не анализ из вены. Потому что при анализе из вены всегда нельзя кушать. Вот, может быть вам будет полезно. Иду вот в эту лавку, не могу отказать себе в клубничке. Клади его сюда. Клади, клади помощник. Опускаем. Давай-давай-давай-давай, поп "- universes". Наikat, я höхууууууауууауууууууууууууууууууууууууууууууууууууу, что в спрока имеют оченьść. Попробуй еще, давай-давай-давай-давай. Подп加入. кто себя плохо вел на плавание леончик да кто капризничал и до идти поиграй в игрушки идти поиграй прикольно что здесь есть камера можно сидеть и смотреть как твой ребенок занимается мы только что вышли из плавания и наше занятие не состоялось тренер позанимался с леоном 15 минут всего из 30 и отдал небо сказал забирайте ребенка потому что у леонечка началась истерика неконтролируемая я не знаю что это зубы скачок роста возможно вообще два в одном просто третий день оры и крики мне приехали заказы из магазина лента я сейчас хочу сделать распаковку вообще всего что я заказываю это только первая часть итак начнем яйца всегда берутся 0 потому что они крупные это для мужа он ест яичницу каждый день на завтрак 5 яиц 3 желтком 2 без макароны даже не спрашивайте зачем мне столько макарон кушать я взяла только вот эти перья а вот эти вот эти вот эти и фасоль это все для наполнения сенсорной коробочки я решила что леонечка уже скоро 10 месяцев это идеальный возраст создать сенсорную коробочку это смесь рукколы не помню еще с какой-то зеленушкой просто обожаю зелень очень советую добавлять зелень в рацион каждый день пришлось прерваться немного от распаковки продуктов потому что леончик ударился у меня постоянно что-то удаляется знаете мне уже можно дотрил снимать мама мальчика когда ребенок постоянно где-нибудь падает расшивается ударяется вот продолжим нашу распаковку ребенка я заняла печенькой вообще у нас так темно и грома слышали какой гром у нас просто так темно и гром гремит мол не скоро будет а мы погулять собрались с ленчиком дальше взяла черешню тоже леончику для тарелочки себе обожаю черешню хлеб вот этот вот именно ржаной просто обожаю он такой вкусный с творожным сыром с красной рыбкой печенье овсяное вот это она кстати очень вкусная лентовская именно и стоит всего 40 рублей здесь у нас помидоры здесь два авокадо это персики еще ни разу не покупала в этом году решила попробовать ради как уже сезон пошел беру маленькую томатную пасту вот такую в ленте стоит что-то всего 30 рублей и у нее состав хороший паучи беру тоже с собой на перекусы чтобы куда-то очень удобно брать правда я не знаю зачем я их купила потому что я уже заказала многоразовые паучи чтобы самой брать вот кстати вот это просто офигенный пауч добавлением творога если увидите возьмите пробуйте он очень вкусный ну и просто еще взяла так ветчина сыр это мужу бананчики это персики или нектарины а это нектарины они персики а это абрикосы не помню что я уже сказала сливочный сыр для хлеба два огурца помидорки все следующая туалетная бумага это филе курицы три и курова это слабосоленая красная рыбка тоже очень вкусно для бутербродиков это я взяла свинину мне очень нравится брать уже порезанную такими ломтиками я ее запекаю с картошкой в духовке капуста брокколи я леончик обожаю делаю на пару мороженое мне кстати очень нравится доставка из лента именно лент онлайн я заказываю потому что там всегда привозят все там огромный ассортимент там можно и рыбу заказать вот я заказала горбушу вот такие стейки тоже что вообще стоит там всего рублей 300 недорого и еще филе курицы шампунь взяла обычно шампунь на зоне заказываю но этот раз решила заказать в ленте там была хорошая цена вот так весь заказ мне вышел на 4500 примерно я вообще люблю делать заказ именно в ленте там бесплатная доставка от 2000 и сразу большой заказ удобно прям такие продукты на неделю для прикорма конечно тут все но у нас сейчас вообще стол поэтому вот так маленькая липучка при липучка ты липучка мамина уже везде встает вообще до всего дотягивается я еще и даже не распаковала я заказала многоразовые паучи мне кажется это удобнее чем постоянно покупать паучи в магазинах было делать какие-то пюрешки брать с собой да и в принципе ли он не любит есть из ложки с паучи он с удовольствием сосет быстренько показываю какой у леночка сегодня обед это рыба горбуша вообще ее нужно вводить с микродозы но у лена она уже введена брокколи картошка и помидорки помидорки можно давать со шкуркой ничего страшного я читала у надрициолога у детского если что-то потом все выйдет то есть искала вообще в чем смысл концепции общий стол это когда у ребенка в тарелке то же самое что и у тебя только безопасной подачи но я леона руккола не стала давать но хотя он иногда ее ест если порезать вот но у него немножко совсем отличается тарелочка что не нравится то что тебе приготовила чуть-чуть поешь брокколи тоже любишь тут иногда приходится так с руки кормить потому что выделывается рыбка маленький кусочек возьми пожалуйста что за мордочка довольная сладкая и до леночка постричь это у него уже так челка отросла такой чуб посередине настроение меняется по щелчку спасибо что посмотрели этот влог до скорых встреч пока пока